Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Матвиенко опробовала на сотрудниках ФСО приготовленную для нее рыбу-фугу. Генпрокуратура проверит законность празднования Хэллоуина, к слову, по наводке небезызвестного Ярослава Михайлова, кировского юриста, и в Госдуме призвали бороться с эпидемией ВИЧ, пересмотром нравственных ориентиров. Да, юрист, конечно, у нас он скоро, мне кажется, с раем и адом судится будет. Мне кажется, здесь только найти повод, к чему бы. Ну что, Светлана Занькова, Александр Асохин, Каха Москвы, в Кирове. Дневной разворот. И у нас сегодня, как всегда, два часа с вами активного общения. 211-101, номер телефона прямого эфира. 211-101, номер телефона прямого эфира. Во втором часе мы с вами обсудим, слушатели, только с вами, Новый год стоимостью 12 миллионов рублей. Новогоднее оформление обойдется. Как будем гулять. Да, мы, я даже думаю, что мы будем принимать заказы. А как бы вы гульнули на 12 миллионов в новогоднюю ночь, в наше-то время? И спрашиваем мы вас, много или мало это. Либо в самый раз в нашей группе ВКонтакте и на сайте эхакирова.ру, вот сейчас смотрю, 64% выбирают вариант «много». На втором месте в самый раз 24%. 75% на сайте эхакирова.ру говорят, что много. В самый раз 16,6%. Мало 8%, 12 миллионов на Новый год, ты понимаешь? Нужно еще больше. На 12 миллионов вообще, мне кажется, найдутся люди, которым одному мало Новый год отметить. А вот во ВКонтакте, например, за вариант «мало», что 12 миллионов – это мало, 12%. Вот подели на всех жителей нашего города, и понятно станет. Ну что, а первая тема в регионе уделят повышенное внимание профилактике и лечению диабета. И у нас в гостях главный диабетолог Кировской области Галина Жуковец. Галина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. И главный детский эндокринолог Кировской области Светлана Азорина. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, мы пригласили наших гостей в связи с тем, что начался месяц борьбы с сахарным диабетом. И здесь у нас такая полемика до эфира прямо с Сашей образовалась. Саша вознегодовал, что это мы обсуждаем диабет, когда у нас тут ВИЧ-эпидемия в стране. Ну, понятно, в связи с чем ты, конечно, это говоришь, в связи с теми обсуждениями, которые последовали после отчета. Медиков екатеринбургских, которые в контексте сказали, что это настоящая эпидемия. И вот эту эпидемию выдрали из контекста и сказали, что все, началось. Ну, как-то у нас правда. Мы вот, кстати говоря, и наших гостей тоже пригласили в связи с тем, что месячник. И в Екатеринбурге тоже в связи с очередным отчетом просто спеццентра. Это все произошло. Но мы тут полемизировали с Сашей, а что касается смертности, а что касается лечения и вообще излечимости этого заболевания. А что касается путей заражения, групп, риска и прочее. Ну вот давай, Саша, сразу тогда несколько цифр назовем. Конечно, трудно сравнивать то и другое заболевание. Однако заболеваемость с диабетом в мире превысила 400 миллионов человек. И самое страшное, что заболеваемость с диабетом, если ВИЧ приостанавливают в связи с лечением, и там все-таки несравнимые, в сотни раз меньше человек болеет и заражается, то диабет просто в какой-то геометрической прогрессии растет. И вот что страшно, и как раз диабет-то назвали неинфекционной эпидемией 21 века. Я просто вернула наших слушателей к программе «Слушайте доктора», где мы диабет как раз обсуждали. И в этой программе, и в программе, когда мы говорили про сердечно-сосудистые заболевания, приходили врачи из областной нашей клиники. Вот так вот в областном диспансере, в сосудистом центре, более 50% пациентов оперируемых, это пациенты, которые больны диабетом. И, к сожалению, смертность от этого заболевания тоже очень высокая. И, к сожалению, во многом это связано с поздней диагностикой. Люди просто не обращаются. Правильно, да, Галина Викторовна? Соглашусь полностью с данными высказываниями. Очень большая распространенность сахарного диабета и неинфекционной эпидемии. Мы не зря об этом говорим уже прямо десятилетиями. Да, они заразные заболевания, но рост заболеваемости диабетом, он с каждым годом у нас, значит, количество больных возрастает. Мы, если по Кировской области посмотреть, то мы около 4 тысяч пациентов вновь выявляем с сахарным диабетом. В основном это пациенты с сахарным диабетом 2 типа 99. Приобретенный. Да, ну это как бы идет и наследственная предрасположенность, и на фоне имеющейся избыточной массы тела ожирения, то есть развивается данное заболевание. И ежегодно вот такое большое количество регистрируемых случаев с сахарным диабетом, плюс мы еще выявляем и пациентов с преддиабетом, то состояние, когда мы можем еще провести профилактику данного заболевания. И на это нужно направлять большие усилия. Выявляется около 500 человек ежегодно, я считаю, что это очень маленькая цифра с преддиабетом. То есть 4 тысячи с диабетом, 500 с преддиабетом. Да, и когда можно предпринять усилия, то есть здесь очень часто пациенты ходят никак не диагностируемые и, значит, с избыточной массой тела, имеющие факторы риска по развитию диабета. И здесь наши усилия медиков должны направлены в первую очередь именно на выявление преддиабета, то есть нарушенной толерантности к углеводам, гипергликемии натощак. Ну и в первую очередь, конечно же, и самого заболевания сахарный диабет. Очень много мероприятий профилактических проводится в области. Если статистику, я хотела бы, конечно, все-таки печальные статистики, вы уже опомянули, я все равно остановлюсь. Да, в мире на 2015 год, на конец 2015 года, 415 миллионов зарегистрировано в мире. И неуклонный рост заболеваемости, он к 2040 году, там более 600 миллионов прогнозируется больных с диабетом. Российская Федерация, это более 4,5 миллионов больных у нас зарегистрировано по данным регистра федерального. Но эти цифры тоже не окончательные, потому что все эпидемиологические исследования, которые проводятся, показывают, что заболеваемости диабетом в России в 3-4 раза больше. Потому что, когда обследуют пациентов, скрининговое исследование, то выявляется очень много диабета и преддиабета. В Кировской области я уже сказала, что у нас тоже мы не являемся исключением. Около 48 тысяч пациентов у нас с сахарным диабетом зарегистрированы по регистру. Цифры действительно могут быть и больше, то есть кто-то недообследован у нас. Но очень хорошая идёт диспансеризация, то есть обязательно идёт обследование пациентов на исследование уровня сахара в крови. И выявляемость диабета тоже очень хорошая идёт, и преддиабета. Правильно я понимаю, Галина Викторовна, что в данном случае важно, чтобы человек обратился сам, если мы про преддиабет говорим. И мы, кстати говоря, вот снова отсылка к слава богу, что у нас есть такая программа «Слушайте доктора». Мы тогда призывали очень родственников обращать внимание на то, что происходит с их родными рядом. Потому что очень часто, особенно пожилые люди, которые подвержены как раз диабету второго типа, они у нас до последнего тянут, к врачу не идут. У него там уже и язва на ногах, которая сопровождает часто диабет, и лишний вес, и воды много пьёт. И не обращает на это внимания. Второй тип ещё можно сказать, что он очень длительное время бессимптомно как-то идёт. И может быть в какой-то яркой клинике, как при первом типе, более молодые люди заболевают или дети. То есть там очень ярко, быстро нарастает клиника, здесь сразу обращают внимание. При втором типе вот эта скрытость симптомов, он как-то слабость. Она при многих заболеваниях, это вот слабость, сухость, вот такие вот они. Где-то с возрастом снижается зрение, при диабете тоже это, да. Какие-то сосудистые нарушения на ногах, то есть чувствительность меняется, плохо заживают ранки. Это как-то оно скрывается, да. Человек длительно терпит, у нас терпеливые люди, и никак не обследуются. Ещё знаете, что говорят, если по путному какому-то заболеванию сходил, сахар сдал, на даче обсуждается, сидит соседка, да ничего, с возрастом сахар и так растёт. Сиди, нормально всё, ничего страшного. А сейчас ведь жёсткие критерии действительно определены для диагностики диабета, да. И в каждом лечебном учреждении имеется возможность обследования на уровень сахара в крови, да. То есть это не какое-то запретное, что-то сложное исследование, поставить диагноз, это никакого труда не составляет. Поэтому нужно просто заниматься поиском, активным диагностикой, вернее, заболеванием. То есть можно просто прийти в поликлинику по месту жительства, и там же и проконсультироваться, пройти исследование. У каждого врача-терапевта, даже если не эндокринолог, у каждого врача-терапевта на диспансерном учёте состоят люди, да, то есть прикреплённое население. И врач-терапевт видит, врач общей практики, он видит определённый контингент, какие люди состоят у него на учёте. С сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, то есть это та группа риска, те люди, которые подвержены будут диабету, действительно, у кого можно заподозрить. Я в первую очередь призываю тех вот и людей и обследовать. И наши мероприятия, когда мы проводим скрининги на выявление диабета, они проводятся регулярно, их можно проводить не только в дни диабета, то есть в лечебных учреждениях, медосмотры у этих пациентов. Да, там нужно определять уровень сахара в крови, это ежегодно у всех пациентов, в принципе, проводится. Но где-то вот эту группу, имеющую факторы риска, более прицельно вести и активно назначать исследование уровня сахара. Такая задача поставлена перед нашими врачами общей практики? Да, врачи у нас все обучены, терапевты, и сейчас ведь все равно диспансеризация направлена на то, что проводить обследование определенным возрастом, в определенные годы обследуются пациенты. И уровень сахара в крови – это обязательно исследование у данной категории, у всех, вернее, кто приходит на медицинские осмотры, проходит поступление на работу тоже. То есть у каждой категории пациентов мы можем заподозрить диабет. Если что-то заподозрили, активно выявляем, да, и на медосмотре не составляет труда провести обследование. Нет, ну мне просто интересно, я еще раз задам этот вопрос. То есть у нас как-то все равно бывает так волнами, ставится задача, вот вы говорите, по раннему выявлению диабета, она, в принципе, всегда существует для врачей. Она всегда существует, да. А бывает так, что, например, Министерство здравоохранения, неважно, федеральная или наша, шестая задача, вот сейчас усиленное внимание именно на выявление диабета, всех прогнать, что называется, через сахар. Ну, эта проблема, она всегда существовала, и каких-то конкретных критериев, там, по датам, нет такого, нет. Мы работаем над этой проблемой всегда. Да, всегда. Сейчас мы прервемся на одну буквально минуту, после чего снова в студии с Галиной Жуковец, главным диабетологом Кировской области, и Светланой Зориной, главным детским эндокринологом Кировской области. Вот, Светлана, наверное, Алексеевна, начнем после перерыва, потому что сейчас пока мы статистикой так вот напугали немножко, но это правда, не первый раз мы об этом говорим, а во второй части, сейчас после перерыва пройдемся все-таки, наверное, с детей тоже начнем, да, диабет первого типа, а потом по возрастам так, чтобы люди обратили внимание на какие-то признаки, может быть, даже у себя. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Начался месяц борьбы с сахарным диабетом, приурочен он к дате 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом будет, и в течение всего этого времени, начиная с сегодняшнего дня, и в течение месяца будут проходить различные мероприятия, которые направлены на раннее выявление диабета, на преддиабетическую диагностику, ну и на помощь тем людям, которые уже болеют, чтобы они активно занимались собой, и родственники могли им помочь. Вот мы про все это расскажем после второго перерыва, после 30-й минуты, а сейчас нам хотелось подключить Светлану Алексеевну Зорину, главного детского эндокринолога Кировской области, так чтобы мы прошли прямо по возрастным категориям, потому что и дети тоже подвержены диабету, но это в основном диабет первого типа. Да, хотелось бы отметить, что вот в том большом объеме, про который мы говорим по эпидемии сахарного диабета, сахарный диабет первого типа занимает буквально 5-7% от всего количества больных диабетом, но тем не менее сахарный диабет первого типа это наиболее тяжелое заболевание, в отличие от диабета второго типа. Иначе этот тип еще называется тип диабета молодых, потому что заболевает этим типом чаще всего дети, дети раннего возраста, подростки, молодые люди, ну чаще всего до 40 лет. И обычно, если мы перешагнули эту границу 40 лет, то практически гарантировано то, что человек не заболеет диабетом первого типа. К сожалению, по статистике заболеваемость первым типом с каждым годом возрастает. Я буквально на днях считала заболеваемость нашей области, то если в 2000 году в год заболевало 25-26 детей, это те дети, в которых впервые выявлялся диабет, то в прошлом году мы имели 42 человека, а в этом году за 9 месяцев мы уже имеем 46 детей. То есть общая заболеваемость растет. И самая, пожалуй, серьезная тенденция в том, что увеличивается количество впервые заболевших детей в возрасте до 5 лет. Это очень страшно, потому что сейчас мы практически каждый месяц выявляем вот таких малышей 1-2 лет. Вы сами понимаете, что заболевание тяжелое, тяжесть обусловлена высоким уровнем сахара намного выше, чем при диабете 2 типа. Очень высокой склонностью к образованию ацетона, очень высокой склонностью к частым декомпенсациям от любой причины, от стрессовых ситуаций, от вирусных эффекций. Когда сахара становятся очень высокими, у ребёнка накапливается ацетон, кетоновые тела, которые действуют на организм как яд. Это сильнейшая кислота, происходит вот такое отравление организма, которое это состояние может довести до комы, ну и привести к самому печальному, к летальному исходу. А с чем связываете вы то, что рост заболеваемости, выявление заболевания у малышей такими темпами растёт за 2 года почти в 2 раза? Да, очень трудно сказать, потому что, в принципе, эта заболеваемость отмечается везде, по всем регионам России, не только в России и по всему миру. То есть я просто обращаю внимание, это не то, что у нас раньше меньше выявляли, меньше обращали внимания, а сейчас просто работать стали лучше и больше выявлять. Раз вы говорите, что по всему миру, это тенденция уже. Это тенденция везде, да. Дело в том, что сахарный диабет первого типа, в отличие от диабета второго типа, невозможно пропустить. Это второй тип диабета может несколько лет протекать вот так бессимптомно, когда человек даже не знает, что у него диабет. Диабет первого типа настолько возникает ярко и быстро, и очень быстро может привести к самым серьёзным последствиям, что его просто невозможно не заметить, особенно у ребёнка. А что происходит в этот период? Ну, был весёлый, здоровый ребёнок. Чаще всего мы говорим, основная причина диабета первого типа – это вообще наследственность. Но это не говорит о том, что болеет мама или папа, или бабушка и дедушка. Вообще по статистике средней популяции, то есть среди общего населения, заболеваемость достаточно низкая. Это всего 1,1% среди всех детей. Но если в семье болеет мама, то риск того, что диабет будет у ребёнка – 3%. Если болен папа, риск увеличивается до 8-10%. Если в семье болен уже один ребёнок, то риск того, что диабет может возникнуть у второго, тоже достаточно высок, до 20%. У нас в области есть семьи, где двое из трёх детей болены диабетом. Где мама и ребёнок, папа и ребёнок. Есть семья, где мама, папа и оба ребёнка болеют диабетом первого типа. Но очень часто родители приходят и говорят, вы знаете, у нас никто не болеет диабетом. Это просто говорит о том, что мы в лучшем случае знаем своё поколение, там до бабушек и прабабушек, и не знаем следующее ниже стоящее поколение. То есть так или иначе, всё равно кто-то когда-то болел диабетом первого типа, просто последующее поколение являлись носителями этой патологии, но на них не действовал какой-то вот тот толчковый фактор, который повлёк и реализовал этот диабет. Так вот, чаще всего этим толчком бывают вирусные инфекции, эпидемия гриппа, как обычно, не только в нашей области, но и у нас тоже, влечёт за собой повышенную заболеваемость диабетом. Это может быть вирус краснухи, другие вирусы. Очень часто родители обращают внимание на то, что ребёнок был совершенно здоров. Ну вот, может быть, недели две назад он походил, там, ну, немножко были сопли, пожаловался на боли в горле. То есть ребёнок в лёгкой форме перенёс какую-то инфекцию, но, тем не менее, это повлияло тем толчком для развития диабета первого типа. Мы не можем исключить влияние стрессовых ситуаций на развитие диабета, потому что, ну, бывает, автомобильная катастрофа, ребёнок испугался, и через некоторое время развивается диабет, смерть близких, ну, вот экзамены сейчас вообще практически стрессовая ситуация для детей. Не исключаются причины развития диабета факторы питания. Например, в скандинавских странах очень, там очень высокая, самая высокая заболеваемость вообще в мире – это Скандинавия. И там очень много проведено научных работ, исследовательских работ, и доказано, что чем короче интервал грудного вскармливания ребёнка, тем больше вероятность развития диабета первого типа. Вот там такая есть тенденция. Дальше достаточно много работ проводится, как влияют факторы внешней среды, вот именно химическое окружение наших детей. Экология. Экология, да. Это, ну, в основном предположение. Мы в любом случае не можем доказать, какой фактор в данном случае повлиял на ребёнка. В общем-то, это никак не отразится ни на лечении диабета, ни на течении диабета. То есть вот всё, диабет начался, и какова причина, мы можем только предположить. Основные признаки клинические проявления диабета у ребёнка, самое первое, это жажда. Ребёнок начинает часто и много пить. При этом, на что должны обратить внимание родители, ребёнок не выбирает, что пить. Он может пить любую жидкость, потому что жажда настолько сильная. То есть он не будет просить сладкую или то, что он любит, компот. Он будет пить любую воду. Я всё время привожу такой пример, когда много лет назад шестилетний ребёнок оставался дома один, и родители уходили, а у него эта жажда настолько была сильной, что он выпил всю воду, которая была доступна, и выпил воду из тазика, где было замочено грязное бельё. Вот настолько сильна жажда. Вторым проявлением диабета – это частые и обильные мочи и спускания. То есть, как мы говорим, ребёнок начинает много пить и часто ходить в туалет. При этом мы обращаем внимание на то, что и ночью ребёнок обязательно просыпается, много пьёт и мочится. У детей раннего возраста появляется НРС – ночное недержание мочи. И в прошлом году вот несколько случаев. И в этом году шестилетний ребёнок, и мама в испуге примегает в поликлинику, и говорит, ребёнок никогда ночью не мочился, и вдруг каждую ночь появился, и ну раз педиатр направляет на анализы, и выявляется в начальной стадии сахарного диабета. Если на этом этапе родители не обратили внимания, то дальше клиника развивается, то есть усиливаются эти симптомы, ребёнок начинает сильно убывать в весе. При этом у ребёнка повышенный аппетит. Он начинает много есть, много пить, но худеет. Как говорят родители, тает на глазах. Ну, а тут уже всё зависит от возраста. Чем меньше ребёнок, тем вот этот интервал короче. То есть бывают такие ситуации, когда буквально мама три дня назад заметила, что ребёнок много пьёт, и ребёнок через три дня уже поступает к нам в реанимацию в тяжёлом состоянии. Если это ребёнок более старшего возраста, то есть там 15-16 лет были ситуации, когда три месяца ребёнок ходил, много пил, худел, то есть внутренние ресурсы организма пытались его компенсировать, и только через три месяца он поступает уже в тяжёлом состоянии в отделении. То есть здесь просто нужно обратить внимание, если родители заметили вот эту жажду частой мочи и спускания, не нужно ждать и не нужно находить причину. Может быть, жарко, может быть, волнуется, может быть, спорт, может быть, извиняюсь, глисты, как говорят педиатры, нужно идти и обязательно сдавать кровь на сахар. Эта возможность есть в каждой поликлинике. Мало того, что направляют в лабораторию, в каждой детской поликлинике есть глюкометры, аппараты для определения сахара в крови. Практически любой педиатр во время приёма может определить сахар и в любое время суток направить в детскую областную больницу для того, чтобы решить, действительно это диабет или это какие-то другие причины. Остаётся буквально минута до перерыва. Скажите, Светлана Алексеевна, жизнь с диабетом первого типа возможна? Да, жизнь возможна. И мы всё время призываем и обучаем наших пациентов, что сахарный диабет – это не болезнь, это образ жизни. Она возможна и сейчас, в последнее время. Настолько новая технология внедряется в жизнь диабетиков, что, в общем-то, они не отличаются от других детей. Они также заканчивают школу, поступают в вузы, выходят замуж, рожают детей. Очень много наших пациентов сейчас – это наши коллеги, доктора, потому что они настолько приближены к медицине. Поэтому жизнь возможна. Продолжительность жизни с сахарным диабетом при условии, что если ребёнок, родители, в последующем взрослый человек будет соблюдать все рекомендации, продолжительность жизни такая же точно, как и в средней популяции. Вот на этой хорошей ноте мы идём на перерыв двухминутный. После перерыва снова в студии с Галиной Жуковец, главным диабетологом Кировской области, и Светланой Зориной, главным детским эндокринологом нашего региона. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Начался месяц борьбы с сахарным диабетом. Я бы так сказала, что не стихает война с сахарным диабетом вообще. В этот месяц мы больше обращаем внимание наших соседей, наших друзей, родственников на то, что есть такое заболевание, и оно очень часто встречается, и нужно его рано диагностировать, чтобы качество жизни не снижалось у человека. И не дай бог не развелись какие-то страшные попутные заболевания, которые приводят к смертности очень часто. Мы уже говорили об этом, что если не лечить, что если не следить за собой, то итоги не очень хорошие. Ну вот нам, кстати, пишут слушатели уже. В группе ВКонтакте, да. Пишет Александр. Здравствуйте. Хотелось бы спросить у ваших гостей, где, когда и как часто проходят школы диабета в Кирове и Кировской области? Диабетики с небольшим стажем об этих школах могут даже и не знать. Да, и вот они, кстати, предлагают опубликовать информацию от вас. У них есть свое сообщество ВКонтакте. Сообщество диабетиков. Я думаю, что мы им как раз перешлем то, что у нас есть. А так мы как раз собирались поговорить и о месяце, и о школах. Ну, я хотела бы сказать действительно об образовательном процессе этой школы диабета. Диабет – образ жизни школа называется. Да, и это одно из звеньев в лечении сахарного диабета. Что первого, что второго типа. У всех мы впервые выявлены диабет, стараемся проучивать. Первый тип – это обязательно. Второй тип – кто к нам попал на госпитализацию. Две школы работают при стационарах. Это региональный эндокринологический центр. Эндокринологическое отделение номер один. Эндокринологическое отделение номер два. А где они находятся? Значит, Накрасина 56. И Симашка 2А. Также у нас школа диабета читается в областной клинической больнице в эндокринологическом отделении, в детской областной клинической больнице. И существует обучение школы диабета для пациентов на амбулаторном этапе. То есть она находится на Грибоедово 45, поликлиника номер один, 7-й клинической больницы. Читает доктор Настя Елена Николаевна, вот именно что она амбулаторно пациентов принимает, можно к ней на прием записаться и отбор на школу на амбулаторное обучение. Как часто проводится их? Обязательно рекомендуется проведение при впервые выявленном сахарном диабете, чтобы действительно обучить пациента, как жить с диабетом, как правильно питаться, как получать сахароснижающие препараты, вводить инсулин, как проводить самоконтроль. И по мере необходимости, если пациент поступает с декомпенсацией диабета повторно, на госпитализацию, вновь проводится обучение, либо на амбулаторном этапе, мы смотрим, как пациент, ведь не с первого раза получается доступность этой получаемой информации. Не всегда пациенты усваивают информацию так, как нужно, как преподается, по мере необходимости. То есть здесь нет такого, что... А Галина Викторовна, а вот в эти школы, то есть там принимаются только сами пациенты, или есть расширенные какие-то уроки для родственников? И родственников, мы рекомендуем родственников обучать, если действительно там дети, да, первый тип, когда сам ребёнок ещё не до конца осознаёт все необходимые рекомендации. Да если не дети, есть мужья, как дети, за которыми тоже нужно следить. Никому не будет отказано. Все, кто желает пройти обучение, то есть получить информацию о сахарном диабете, все приглашаются в школу. Вот мы просто попросили бы от лица наших слушателей, которые нам тут написали, вот по школам, если можно, вы нам дайте информацию, а мы с удовольствием её разместим и у себя, и отправим в группу ВКонтакте по этим школам. И ещё бы хотела добавить, что у нас открытое занятие проходит, ну, конечно, они проходят вот в рамках месяца борьбы против диабета, и у нас 14 как раз вот ноября в 15 часов состоится открытое занятие в школе «Диабет. Образ жизни» для пациентов с сахарным диабетом 2-го и 1-го типа по самоконтролю при сахарном диабете. Где? Оно состоится на Красино-60, конференц-зал. Красино-60? Это конференц-зал горбольницы номер 7 с 15 часов 14 ноября. У нас ежегодно проходит и очень хорошая посещаемость, действительно, пациенты. Мы каждый год меняем темы, да, и по потребности действительно рассматриваем темы. Если возникают вопросы обучения, то есть даём рекомендации, на какой школе пройти обучение в дальнейшем. Ну, давайте скажем ещё, что 14 ноября с 13 до 2 будет прямая телефонная линия. Для всех, кого волнуют вопросы профилактики лечения сахарного диабета, и номер телефона 38 13 23, 38 13 23, работать будут отвечать на вопросы врачи-эндокринологи. Мне интересно, сколько будет этих врачей, насколько доступна будет эта линия? Здесь на вопросы обычно прямой телефонной линии приглашаются, да, внештатные главные специалисты. Сами эндокринологи, я думаю, там консультировать не будут, но на вопросы, я думаю, что Светлана Алексеевна как раз мы будем и приглашены. Там действительно решаются у нас организационные какие-то моменты, приглашаются пациенты на приём, если что-то мы не можем там решить во время телефонной линии, какие-то консультации. У меня такой вопрос. Мы сейчас с вами говорили, как много людей заболевает, а даём один номер телефона и всего один час с прямой линии. Достаточно ли этого? Так мало звонят или у нас многоканальный телефон? Мы просто в рамках дня диабета один раз проводим. Достаточно этого бывает, да? Ну, ведь у нас доступность эндокринологической помощи, я считаю, что в Кирове она неплохая. У нас врачи-эндокринологи очень большой. В каждой поликлинике клиника диагностического центра работают, региональном центре. Я сейчас поняла, Галина Викторовна, не надо ждать прямой линии, надо идти к своему врачу и, пожалуйста, обследоваться. Уж на сахар-то сдать вообще ничего не стоит на самом деле. Но, тем не менее, кого будет волновать этот вопрос, вот наших гостей мы представили, может, они хотят прямо к вам обратиться. Поэтому будут ждать этой прямой линии 14 ноября с 13 до 14. 38, 13, 23. Ну, такую информацию, как я понимаю, можно получить в любое удобное время. С этим проблем нет. Здесь только идёт именно привлечение внимания к профилактике и к этому диагнозу. Какие ещё будут мероприятия в рамках месячника? Спасибо, спасибо, что остановились, потому что мне хотелось бы здесь осветить вот эти мероприятия, потому что они разрабатываются у нас и для самого населения, для специалистов, которые работают с пациентами с диабетом, для врачей и для пациентов. Мы для главных врачей лечебных учреждений предлагаем для населения провести вот эти скрининговые акции, чтобы обследовать население пациентов с факторами риска, то есть провести на своих базах вот такие скрининговые мероприятия. Для врачей у нас общество эндокринологов существует, заседание общества эндокринологов мы 10 ноября проведём по лечению сахарного диабета и сердечно-сосудистому риску, то есть стратегии лечения. Про прямую телефонную линию, да, ещё раз повторюсь, что 14 ноября с 13 до 14 состоится прямая телефонная линия для населения, 38-13-23 телефон. Далее мы планируем провести акцию для населения в торговом центре «Время просторов» 17 ноября. И я думаю, что у нас ежегодная акция, мы проводим в разных торговых центрах и очень большое количество желающих пройти обследование. Мы ежегодно смотрим около 400 пациентов. А что там будет происходить? Определение уровня сахара в крови по глюкометру. То, что можно сделать в любой поликлинике, да, то есть мы ещё, как говорится, доступнее, то есть не надо идти в поликлинику. Все желающие, вот где места массового скопления, вот так, всё здесь будет по обследованию пациентов. Состоится выездная акция в рамках проекта «Жить до 100» запросто в Поломском поселении Кирово-Чапецкого района, то есть это центр, медицинский центр, то есть МИАЦ проводит вот такую акцию. А почему там? Почему именно там, да? А выбирается просто, ну, любой населённый полк. Я просто думала, может, там столетних жителей много. Нет, просто вот любой район выбирается. Например, специалисты оригинального эндокринологического центра выбрали дальний район. Вот в Унинскую ЦРБ тоже поедем со скрининговыми мероприятиями, прочтение лекций, обследование пациентов. Выездная работа у специалистов эндокринологического центра, она осуществляется постоянно. И мы ездим в разные районы, обследуем пациентов с диабетом. А вот здесь вот, кстати, интересно, может быть, у вас есть действительно статистика? Вот сейчас, в последнее время, заболеваемость с сахарным диабетом где больше? В больших там многополисах, в больших городах или в районах? Или одинаково? Я бы сказала, даже одинаково. Может быть, в дальних-то районах и там вот недообследованность, и мы там тоже выявляем. И люди, если раньше они вот на селе люди, да, им нужно было корову накормить, сено заготовить, там дрова заготовить. Сейчас они проще живут, они многие не держат, не выполняют тех вот физических нагрузок, что было раньше. И люди с ожирением, и в сельской местности у нас много встречаются. И сказать, что прямо вот люди сельской местности меньше болеют диабетом, не скажу. То есть все одинаково. Потому что была надежда, думаю, может там здоровее. А среди детей как раз отмечается тенденция, вот урбанизация влияет на заболеваемость. Да, все-таки заболеваемость детей, проживающих в городах выше, чем в сельской местности. Вот нагрузка, как было сказано, она тоже влияет? Физическая. Физическая нагрузка, она нужна. Она, во-первых, и снижает ту инсулинорезистентность, то есть повышается чувствительность тканей организма, то есть мышечная ткань, да, вот, жировая. Значит, забирается ткань при помощи физической нагрузки, то есть снижается инсулинорезистентность. Чувствительность тканей повышается после физической нагрузки к своему инсулину. То есть он снижается. То есть усваивается он лучше. Да, да. А что еще? То есть здесь действительно, вот если профилактика, рекомендации по профилактике диабета, да, значит мы, вот я бы хотела еще на факторах, да, вот которые вызывают диабет, и потом уже вот это вот. У нас остается 2,5 минуты. Ну, снижение веса, вот, если это глобальная проблема, да, действительно бороться с весом, избыточной массой тела, с ожирением. Рациональное питание, да, то есть это никаких голоданий, дробное питание, здоровые натуральные продукты, физическая нагрузка не меньше 150 минут в неделю, то есть 30 минут ежедневно, ходьба, плавание, бег, все, что, ну, не надо чрезмерную, но регулярную физическую нагрузку, все, что человеку доступно. Вот. И питание, физическая нагрузка, снижение веса, это самое вот. Самое базовое. Да. Что можем мы направить на предупреждение диабета. Ведь те, есть исследования, что до 58% мы можем предупредить диабет в предстадии преддиабета, если мы снижаем вес хотя бы на 10%. Рациональное питание, снижение веса, вот это профилактика диабета. 50%. Да, да. То есть каждый шестой из десяти может не заболеть диабетом, если мы все-таки вовремя предпринем какие-то усилия. От человека очень многое зависит. Да. Ну что, завершается у нас первый час. Да, спасибо большое. Мы говорили о том, что необходимо обращать внимание на первые признаки диабета, их назвали, перечислили и сообщили, куда нужно обращаться. Я только еще расскажу, что 14-15 ноября состоятся мероприятия, которые направлены на раннее выявление диабета, на увеличение знаний по этому поводу. И, пожалуйста, у нас на сайте в новостях, я думаю, будет информация, будет информация в группе ВКонтакте, которым мы передадим обществу диабетиков. Я думаю, что на сайте Министерства здравоохранения есть эта информация. Ну и обращаться можно не только в рамках этого месяца, а в любое удобное время, как мы услышали, вариантов и путей выявить, узнать свое состояние, если диабет достаточно много. Ну вот, хотелось бы сказать, просто заботьтесь о себе и о своих близких. Да, и все хорошо будет. Спасибо нашим гостям. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях была Галина Жуковец, главный диабетолог Кировской области, и Светлана Зорина, главный детский эндокринолог региона. Сейчас мы прощаемся на 20 минут, буквально через 20 минут, обсудим, как можно гульнуть на Новый год на 12 миллионов рублей.